Всем привет! Это видео будет о том, каким образом я готовлюсь к экзамену по истории, тот который в конце 11 класса, то есть НО, так же как я веду конспекты и какими пособиями пользуюсь. Данное видео также подойдет для тех, кто живет в других странах, так как в основном я буду рассказывать о ведении конспектов, а так же вы увидите процесс оформления одного разворота. Осознанную подготовку я начала недавно, буквально неделю назад. До этого были попытки, но как-то всегда откладывала подготовку на потом, ссылаясь на то, что у меня есть еще полтора года. Сейчас же я понимаю, что мне нужно успеть подготовиться к августу, потому что для себя я решила, что хочу знать материал, а уже на протяжении следующего учебного года периодически его повторять. Для конспектов я использую обычную тетрадь 96 листов на кольцах. У таких тетрадей есть как плюсы, так и минусы. В подробности вдаваться не буду, но приведу по одному примеру. Плюс это то, что можно завернуть половинку и нам не будет мешать другая часть тетради. В общем, на видео показано. Ну а самый главный минус это то, что когда я пишу на левой стороне, если что я правша, мне мешают кольца, но в принципе я уже к этому привыкла. Самый важный аспект при подготовке это не отвлекаться ни на что. Например, себя я настраиваю так, сейчас я сделаю все за час, а потом буду отдыхать, потому что если я буду отвлекаться, то все мои занятия растянутся примерно на три часа. Также советую прибраться на столе и сделать вкусный чай. Ведь когда в комнате чистенько и уютно, у нас ничего не давит и не раздражает, а информация запоминается лучше, потому что мы ни на что не отвлекаемся и остаемся сосредоточены на изучаемой информации. Ну и давайте же наконец оформим конспект вместе со мной. Для этого я использовала черную гелевую ручку 0,5 миллиметров и розовый пастельный браш-пен. Также помимо конспектов написанных от руки, я печатаю карты, исторические личности. В общем, все тут дополнительную информацию, которую я не смогу написать. Подготавливаюсь не только по книжкам и пособиям, а также на сайте смотрю лекции. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Также после каждого урока есть тесты на закрепление материала, что помогает лучшему запоминанию. Самое важное пособие, которое я использую при подготовке, это комплексный сборник по истории Украины Власова. По отзывам знакомых, в этом пособии информация максимально соответствует тому, что дают на ЗНО. Также у меня есть вот такой вот спасатель. Не могу сказать, что его стоит покупать. Думаю, скорее даже нет, чем да. Но учитывая то, что он у меня седьмого класса, я редко беру отсюда информацию. Также есть пособие для 10-11 классов в таблицах. В данный момент оно мне помогает работать на уроках истории в классе. С седьмого класса у меня остался небольшой справочник в таблицах. Здесь на самом деле очень мало информации и далеко не все темы в нем есть. На данный момент это все, что я хотела рассказать. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Не забывайте, что у меня есть стадии инстаграм, куда я выкладываю фото своих конспектов, а также сториз с учебой. Ну а я желаю вам продуктивной недели. До новых встреч. Всем пока!